привет меня зовут лера новаторская сегодня мы будем с вами смотреть на краску с эффектом потали от фракталов иногда хочется гораздо больше золота чем может нам дать золотая краска а может быть и серебра но к сожалению поталь может плохо переносить носку и стирку именно на одежде вот так выглядит эта краска это прозрачная основа с блестками внутри здесь у нас золото и серебро я буду смотреть на них на темной ткани на светлой ткани и на темной подложке на золотой краски прозрачная основа кажется цветной но на самом деле она все еще прозрачной и внутри у нас тут видите очень много блесток и это отличается и от голографических красок до блестящих и от глиттерных серия shine у фракталов и здесь это выглядит иначе и конечно же давайте посмотрим на черной подложке тоже я ее делаю черной краской тоже фракталов в описании этого видео я оставлю вам видео про светящиеся да вот эти блестящие эффекты фракталов вы посмотрите если вдруг еще не смотрели конечно же посмотрим в несколько слоев потому что с одного слоя может быть картина у нас будет совершенно неясная и сделаем все выводы когда будет у нас закрепление и когда у нас будет конечно же стирка иначе зачем нам рисовать на ткани если мы не будем уверены что у нас все останется после стирки если вы любите обзоры материалов обязательно поддержите это видео лайком и поддержите в комментариях конечно же чтобы я знала что делаете обзоры не зря выкраска просто квадратиками нам не даст практически ничего особенно вопросе стойкости и поэтому конечно же я добавлю здесь рисуночек и это будет у нас месяц на фоне ночных облаков краски фрактальные хороши для акварельной техники поэтому я делаю здесь такой легкий акварельный размыв да и потом буду делать полумесяц а что собственно вообще не так с этой поталью дело в том что поталь это такой же материал для творчества как и художественный акрил и гуашь скажем да и другие материалы которые не предназначены для одежды одежда у нас носится да она мнется при этом мы ее еще и стираем потом сушим мы ее гладим утюгом и здесь у нас посмотрите сколько разного воздействия на рисунок и рисунок должен быть стойким и в целом устойчивым к таким воздействиям что может случиться с поталью которая продается как хлопушки как листы здесь может случиться вот что поталь может окислиться первый контакт с водой и вместо роскошного золота вы получаете себе какую-то цвета плесени деталь я не думаю что вы бы хотели это получить также поталь может при нагреве темнеть она может прям знаете как будто бы сгореть конечно поталь бывает разное и методы нанесения могут быть тоже разные но если неподготовленной рукой так прийти к этому то конечно же можно столкнуться с разочарованием и смотрите кстати как отличается краска с эффектом потали от золотой краски хотя золото у фракталов роскошная конечно можно прибегнуть ко всяким хитростям и блокировать поталь до которая не будет окисляться у нас от контакта с жидкостью да и заблокировать ее с помощью прозрачных медиумов до или контуров разбавителей да там разные есть средства и конечно да так можно сделать но гораздо проще взять краску с эффектом потали для ткани и не выдумывать велосипед если эта краска конечно же соответствует качеству которое мы ждем смотрится просто как зеркало сияет сказочно очень красиво и я надеюсь что все у нас после стирки будет так же получилось чуть жестче чем фракталы и такое ощущение пленочности такой что как будто бы ты сминаешь и она сминается как бумага грубо говоря это отличается от фракталов ведь фракталы по ткани это краски довольно таки эластичный и довольно такие вот резиново ощущаются и сминаются соответственно также а здесь именно такое ощущение пленочки как будто бы она вот сминается у вас в руках в общем отличие это прям сразу же чувствуется но на подложке это все выглядит совершенно иначе во первых посмотрите как шикарно она выглядит на подложке гораздо лучше чем прямиком на ткани до гораздо глубже получается цвет и давайте же закреплять прошло несколько дней и я закрепляю 5 минут через пергаментную бумагу потому что в принципе можно и через нее тоже закреплять вы знали краску я ничем не покрывала сверху то есть это просто краска которая хорошо просохла не менее суток и потом я ее закрепляю утюгом первое испытание пройдено ничего не окислилась не нагрелась не потемнела все выглядит точно так же только прекрасно разглажена естественно эти частички потали никак не пропитались насквозь и они остались здесь все на поверхности где много слоев там краска может немножечко липнуть то есть для этого нужно будет дать время чтобы она перестала липнуть либо не делать слишком много слоев серебро и золото на мой взгляд выглядят одинаково хотя мне сразу написали что они отличаются и здесь мы сталкиваемся с первой проблемой смотрите она не тянется но на подложке при этом выглядит идеально а там где прямиком на ткани при растяжении появляются трещины и здесь я бы посоветовала работать на темной подложке как и с хамелеонами и делать без подложки какие-то точечки чтобы они не могли треснуть давайте же посмотрим что у нас после стирки стирала я через несколько дней я даже не могу вспомнить сколько дней прошло и было довольно много и вот посмотрите как выглядит рисунок после стирки это была обычная стирка я стирала не совсем в бережном режиме это была стирка с моими ежедневными вот вещами обычными и я так стираю свои росписи всегда и давайте посмотрим как у нас выглядит наша выкраска в целом ничего вот не отвалилась совсем только там где в один слой там видны проплешинки но в остальном а выглядит все довольно таки так же но выглядит еще будто бы есть небольшие такие заломы что выглядит вполне фактурно но в целом даже не знаю как это характеризовать это видно на черной подложке и не на черной подложке и там вот где в один слой там да там видны проплешинки кстати вот напишите в комментариях как вам это визуально нравится вам такой эффект или нет и как вам результат после стирки в целом я не могу сказать что я им недовольна я буду использовать этот эффект просто например у меня немного идей где можно было бы его использовать выглядит он конечно восхитительно будто кусок золота прилепленный просто здесь к ткани роскошество а на темной ткани без подложки краской получилось так себе спасибо что досмотрели это видео до самого конца встретимся с вами в новом видео обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайк на это видео и подписывайтесь на мой telegram пока